но немножко о технической части оборудования да то есть мы уже так вот с кем-то из вас поговорили что-то я сказал телефония нет можно конечно то есть если задачи допустим вы но немножко даже увеличу задачу да у вас многоквартирный дом агро большой там пять корпусов неважно у меня учатся в екатеринбурге проект 1138 мониторов будет вот они закрываются они хотят это есть видео интерком я города конечно то есть вы из любого монитор дома то есть у вас допустим дом 2 5 подъезд там 13 квартира по заходить позади дом 1 4 подъезд там васи вас друг живет пошли гулять с собакой вместе вы можете набрав на мониторе его адрес звонить к нему у вас будет видео интерком между вами если у вас кэш камеры из мониторе из камеры нет будет аудио интерку вы можете позвонить если вы как носить есть можно можно вы набираете грубо говоря номер квартиры есть у вас одна сеть один адрес будет до один дом вас коттеджный поселок фактически будет один до один дом мы сейчас настройках я покажу набрали номер квартиру сразу он пошел туда если есть да и за мной между ними конечно зернет нужно не должны быть в одно что на это расскажется тогда чтобы не ставить какие-то ну за мы сейчас телефонами практически стационарными все перестали пользоваться согласитесь только на работе там где-то входящийся на мобильник а идти куда-то домофона звонить кому-то но тут уже скажет ребята сейчас белых халатах приедут типа домофона позвоню это можно понимаете функционал широчен реально можно только зачем дайверки но можно на мониторе смотреть никому не надо но можно у меня пришли ребята на мир знакомые монтаж гильнау ловер и не помню года три назад или два я на протокол говорит кино можно посмотреть ангель сушит насколько можно нужно упороться чтобы смотреть кино на мониторе да своими словами называть так ладно давайте вернемся презентации до подключение компонентов системы о чем мы говорили но немножко повторим большую схему с домом то есть все идет через коммутатор любой сетевой коммутатор который у вас есть или хотите купить тп-линк и чп и что нравится индивидуальная панель в комплекте идет блок питания многоквартирка юпс дпп опционально он же на замок но как вы хотите сеть строить тогда стоит кладете опять или витуху кидаете и новый коммутатор ставите делаете отдельную сетку под нефоним начали делать потому что если вы хотите залезть сеть провайдера он вам это сделать не даст банально скажет это моя мое оборудование если хочешь его использовать будет любезен плати мне деньги за это потому что ну аренда банально до сетей вот далее что у нас есть монитор консьерж опять же с блоком питания внутренний монитор панельки опять же повторюсь встроенным реле управление замками при желании вы можете управлять и шлагбаумами турникетами все что хотите на сухие контакты на блок управления милости просим с этими вызывными панельками они очень популярны все-таки но так скажем они самые первые и был проект с одной из компаний которая занимается установкой парковок шлагбаумов они ставили эту вызывную панель тоже как тревожную для связи с диспетчером то есть диспетчер смотрел там скорая приехала пожарной если надо он через релюх открывал поднимался шлагбаум который этим занимался парк тайм есть компания тоже московская вектор апы они тоже занимаются парковками там у них опыт широчины но они у них насколько я знаю просто получше знаю они итальянские шлагбаумы ставят каме джениус и бельгийский автоматик ну конечно 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 потому что да если у вас банально это на песнике висит панель вам надо с консержем связаться любой берете любой компьютерный песник раньше мы использовали тоже и ps cpp он назывался для монитора консержа но мы сняли с производства смысла нет любой компьютерный включили все вопрос нет а еще такой вопрос вот эти панельки они с вашим флором то бишь задачу больше скажем задача но вот как раз потом у нас просто есть объекте стоят зубы парень который используется кнопка охраны то можно с человеком пообщаться там открыть и вот такого принципа на что там ставит макроскоп с макроскопом интеграции помните надо уточнить знаю что планировалось с интеллектом с макроскопом по моему тоже знаете это надо запросить не готов вам сказать потому что интеграции несколько с кем точно не скажу тут опять же если вам это нужно мы и сделать это даже наша заинтересованность больше оборудование с интегрировать с различными системами то есть тот же веган 26 не просто так появился до от пожеланий клиентов чем мне нравится общая компания bass ip это команда достаточно который занимается русификации и работой с российским рынком достаточно молодая то есть нет какой-то скорозлости там и ребята очень живо реагирует на какие-то проблемы просьбы пожелания клиентов там вплоть до самых абсурдных да там достаточно шустрый реагирует что касается по это вообще очень быстро делается минимальный достаточный параметр для работы это настройка любого оборудования будь то вызывная панель и монитор это мы прописываем ip-адрес устройств маску под сети и пишусь айпи шлюз если у нас нет сипа там еще что-то он задается принципе произвольно просто из той же под сети берется свободный айпишник и логический адрес системе что такое логический адрес это дом парадная этаж и квартира вот как это выглядит от сетевой настройки самом мониторе то есть то что говорили айпишник маска вы уже некоторые подошли посмотрели то что пощелкали сервер и днс днс в принципе ну как правило не нужен то есть если у нас небольшая система достаточно айпишника маски и пишусь за все вот настройка логического адреса здание парадная этаж квартира немножко об этаже с квартирой если у нас нам даже этот сам этаж по себе он особо-то не нужен грубо говоря первый дом первая парадная и квартира у нас будет 113 выглядеть здесь это будет настройки 01 13 то есть у нас состоит цифра из четырех номер квартиры номерации идет с 4 цифр через 2 цифры это этажа 2 цифры квартиры поле основной мы ставим 0 по умолчанию первого монитора если у нас их больше 1 2 3 4 и так далее до 8 устройств их может быть 9 9 будет мобильное приложение в принципе вариации разные допустим один монитор 7 мобильных приложений три монитора ну понимаете да то есть здесь именно та сумма какие будут слагаемые тоже не важно в поле синхронизации мы задаем произвольные шесть цифр который помогает нам уже как раз синхронизировать наши мониторы или мобильные приложения которые находятся в одной квартире вот это поле он должен совпадать на всех устройствах соответственно сделали настройку кнопочку сохранить многие делают ну не ошибка это назвать наверно нельзя то есть возвращаясь к предыдущему слайду забили здесь все пошли дальше настройки дома а потом нажимать кнопку сохранить кнопку сохранить надо нажимать на каждом поле то есть мы если мы вышли ничего не нажали они опять сбиваются заводские нет она сиди синхронизации не будет а зачем в разных посетях нибудь квартир разных посетей а я не готов что было действительно понимаете чтобы не было так что к вам пришел сосед ну теоретически тогда он знаю ваш адрес своей квартиры знаю ваш айпишник знаю ваш логический адрес решил тоже получать ваши звонки но поле синхронизации он не знает даже типа пин кода да то есть даже попав настройки по умолчанию это один два три четыре пять шесть да у нас некоторые монтажники бывают так что они-то этот так оставляют пароли не меняют подойдешь на домофон к подъездному заходишь там код оператор он тут же остается вот и как раз немножко разновидности логических адресов далее то есть номер дома у нас состоят из четырех цифр номер парадного из двух и вот номер уже квартиры из четырех цифр то есть здесь монитор индивидуальная панель понятно да почему индивидуальная панель также потому что она висит на этаже допустим у нас перед квартирой поэтому нас должны вот эти номера совпадать многообъединенская вызывная панель но здесь достаточно дома и парадного да то есть мы не будем с этой панели по другому адресу куда-то звонить и монитор консьержа на мониторе консьержа мы задаем только номер дома то есть при настройке они будут получать разные номера если армитских подъезд вот как раз настройка монитора консьержа но здесь я думаю все понятно то есть здесь их три поля а номер здания опять же основной у нас может быть какая ситуация консержа консержа может быть несколько дежурных до подъезда и как там назвать не принципиально то есть здесь повторяется та же схема что и на абонентских мониторов от 0 8 устройств до 7 сделано для чего если у нас идет сеанс связи с одной из квартир звонок идет еще с другой квартиры у нас он сразу адресуется на дополнительный монитор либо если у нас дополнительный монитор никто не снимает у нас выскакивает здесь поле что звоночек входящий еще идет с квартиры мы можем предыдущий либо завершить отбить взять следующий звонок синхронизация точно также сделано по тем же причин что-то вроде пин-кода нет но у вас вы записываете квартиру у вас идет нумерация этих панелей сейчас я не соображу честно говоря настройки на залить сейчас-то немножко продал продолжим попозже я открою когда веб-интерфейс уже увидим да 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 это все настраивается то есть по нормально они различаются от веб-интерфейсе все настраивается сейчас просто здесь не увижу панельки они программируются исключительно через интерфейс у них нет экрана да мы никогда туда не можем многоабонентскую конечно можно по привычке клавиши настраивать не проблематично вот но нам на мой вкус намного проще подключить компьютеру залезть в программу и собственно настроить настройки такие большие к шлифам сигнализации подходили задавали вопросы сейчас тут из вас вот настройка как раз шлифов то есть здесь мы прописываем шлейф какой у нас за что отвечает то есть на выпадающем меню мы обозначаем что начать допустим датчик газа задержка срабатывания это делается для чего то есть когда мы нажимаем кнопку через какое время датчик у нас шлейф у нас заработает то есть если у нас геркон например мы задержку 0 секунд не поставим то что мы физически выйти из квартиры просто не успеем да мы поставим секунд 45 ну и время его работы настройка как раз режимов сигнализации сценариев да то есть здесь мы программируем шлейфы то есть вне дома когда мы находимся у нас работают все шлейфы когда мы возвращаемся домой допустим у нас остается это газ может быть датчик разбитие еще что-то протечка ну те датчики которые вы хотите видеть данном сценарии опять же сон но тут для показательного просто вычеркнуто все то есть такой режим сна пусть монитора не функционирование полностью систем повторюсь шлифу может быть подключено не один датчик их может быть сто их может быть 300 это надо смотреть по нагрузке все это рассчитывается модули подключения домашней автоматики вот модуль управления как раз светом и приводами для ворот подключается внутреннему монитору к любому допустим вас квартире их несколько мы подключаем данном случае именно к нулевому то есть он нас главный все остальные мониторы у них точно такой же функционал мониторов и приложений что у этого монитора просто он чисто для проформы обзывается главным идет подключение к модулю к интерфейсному sh61 подключается нас питание и 485 интерфейс далее по 485 интерфейс у нас уже идут последовательно подключаются модули модули может быть 32 штуки но с оговоркой модулей света у нас может быть 16 управление шторами 8 управление к устройствами 8 не больше то есть не получится подключить 32 модули к устройствам все это запитывается 24 вольтовым блоком питания расчет по нагрузке смотрите сколько вам блоков питания нужно то есть по количеству модуль не один будет и должно быть несколько все это в инструкции описано какие у кого каких модулей характеристики настройка автоматики здесь мы программируем название комнат чтобы у нас не было комната 1 2 3 4 5 6 да мы не путались где у нас 1 3 комната и так далее мы можем из предложенного меню их назвать листинная столовая гараж шестом появился вот в комнаты они очень большой необходимости если вам надо назвать как таком специфически мы можем это сделать добавить прошивку проект это делается быстрее конечно если вам персонально надо зависимости от загруженности программе то же самое дело обстоит и с лампами то есть вы выбираете комнату какая у вас комната и называете вам то есть эти лампы они будут как раз фигурировать в меню управления светом это интерфейс настройки модулей домашней автоматики настраиваются они при помощи подключения модуля через преобразователь usb на 485 интерфейс у производителей скут в разнообразных эти модули присутствуют берете тот который вам в принципе больше нравится мы программировали через контековский или через гейт нет но здесь на самом деле все очень просто да понятно здесь не пугайтесь что есть такая масса вот этих окон окон их заполнять не надо это нет там безумия какого-то здесь фактически сдаете адрес модуля и нажимаете кнопку read он читает соответственно дает отклик что он его назвал адрес прочтен и все айпишник задавать не надо здесь вы определяете через какой порт у вас идет подключение то есть там какой у вас порт есть да ну методом научного тык определяет спорт как правило то что мы не знаем как он с юсб там как называется редко они подписаны вот настройка домашней автоматики выбираем модуль то есть мы там настроили на предыдущем слайде допустим это модуль один у нас модуль управления светом выбираем номер сцены выбираем что он делает по этой сцене здесь выпадающие меню открывается закрывается включается выключается в зависимости от модуля тот функционал может и модуль блокирует действие другие нет а с другими системами есть модули преобразования шины иконы x сейчас будет на мипс его показывали но пока не в рабочем так скажем станет думать как он открыт конец обазовский нет закрыт пропоретарный протокол закрытый протокол да если пассив то пассив работе но подвинуться нет но кстати сама операционка она на линксе если интересно то есть можно закрытый сюда так и здесь у нас показано добавление айпи камер делается это следующим образом мы заходим на монитор через веб-интерфейс мы можем зайти на монитор через веб-интерфейс в двух случаях мы можем делать настройки не вместо того как через меню можем через веб-интерфейс ну кому как удобнее есть две веб морды одна для настроек вторая для добавления камер добавление камеры если не ошибаюсь идет логин юзер пароль 1234 наскакивает у такое у нас окошко мы нажимаем кнопку добавить айпи камеру и попадаем сюда если камера у нас присутствует в сети и она работает по он вив мы ее уже сразу видим как правило камеры лжи я делал стенд для одних строителей в москве я прикручиваем лжи она добавила сразу если он вив не добавился берем ртс п строку и с тобой отставляем сюда опять же выбираем канал какой на камере и имя пользователя пароль с камеры и и название присваиваем все нажимаем добавить у нас появляется у нас появляется список камер вот здесь одна данном случае да вот мы заполнили подтвердили здесь уже название камеры от сп строка вот она так вот выглядит чинай пи камеры ртс п пользователь пароль здесь понятная думаю даст камерами все работали с айпишки если какие-то проблемы будут с настройками всегда обращайтесь сразу скажу опять же есть еще функция это чё за это есть протокол у всех производителей камер он есть то есть мы используем там ну это вещать так скажем освещательный протокол он обещать да он есть у всех здесь вот он не сомневайтесь любая камера даже там какой-то самый страшный китае нам это присутствует потому что некоторые анвив там он ее 3 1 2 3 вас работать старым подхватывать если я не ошибаюсь опять же а с ртс п проблем не возникал то есть единственная проблема была на моей памяти ребята технари из баса не говорили был это по-моему где-то феврале этого года проблема решена насколько я знаю были проблемы с духу а из-за того что они тоже используют там какой-то свой протокол как-то они секут ртс п и битый приходил поток то есть он идет идет потом вам прерывается потом опять идет я пока не встречал доход духа я просто не видел включение я не видел с камеры которые не работают и хик рви и лжи пенетрон что там у нас еще стиль 3s видеоглазовский тоже прекрасно понимаю все вы поиспользуете камеры те которые вам нравятся те которые мы привыкли к софту там так далее к настроек проблем не будет если будет звонить будет очень интересно посмотреть вот есть функцию монитора еще одна это просмотр камеры в режиме ожидания то есть если у нас по умолчанию на мониторе но сейчас он режим ожидания ушел черный экран да так у нас немножко выглядит через минуту меню погаснет вы кстати кто если не смотрел оборудование желание посмотрите ходите пощелкать специально привез вот монитор уходит режим ожидания показывает часики что еще можно кроме этого отображать монитор может работать в качестве фоторамки поставили sd карточку поставили фотографии он гонит фотографии не хотите фотографии будет показывать например айпи камеру берете айпи камеру вот как здесь галочка стоит вы ее определяете и монитор показывает айпишку в течение часа потом монитор уходит режим ожидания сделано это принудительно что-то не выгорала матрица потому что все-таки мониторы они непрофессиональные для видеонаблюдения да даже не компьютерные дфт-матрица она выгорает но подошли потом тапнули по нему пальцем он опять заработал картинка показывает функция популярна где например если стоит есть такая штука как просмотр вот кстати часы появились где стоит ваш автомобиль на парковке люди иногда хотят видеть то есть постоянно показывает камера ваш автомобиль или там что перед лестничной наличные клетки происходит при лифтовой площадке то есть тут зависит от фантазии некоторые управляющие компании тоже хотят продавать кстати как дополнительную услугу то есть пример москве жика дирижа были там вас айпи установлена управляющая компания думает как сейчас это применить они хотят именно доп услугой продавать показывать место на парковке схема подключения через сик немножко подробнее вызовная панель включается коммутатору и сип-серверу чем сип-сервер может присутствовать не обязательно в локальной сети он может где-то вовне в интернете неважно через маршрутизарку интернет и мы можем звонить на что на внутренний монитор и что на номера которые находятся где-то где угодно да где у нас есть сип других странах не принципиально хоть на марс лишь бы сип позволяет панель делать таких звонков до 500 абонентов то есть биндятся клавиши на определенные аккаунты сип-сервера сип-атс и совершаются звонки то есть здесь немножко работает иная система чем с мониторами если мы на монитор делаем звонок нас потом будет переадресаться там практически неограничен ограничиваемся только емкостью серверов в данном случае тут кстати такой пример наверно для офиса в данном случае у нас емкость 500 абонентов но на самом деле это показывать предостаточно пока выше 100 120 я не встречал здесь все понятно сип на панель можно мы сейчас не знаю секрет не секрет с одним не буду называть кто очень крупный оператор связи российский они тестируют панели что закрытся в город они через мс тестируют я ездил туда несколько раз уже тоже командировку не хотят вплоть до того чтобы даже на обычные два абонентские трубки на обычные телефоны то есть идет как раз то что спрашивали реобразование сигнала сип-гсм сип обычный телефон пока успешно на мобильнике звонил при мне на стационарные телефоны звонки шли сейчас допиливается оборудование наш проблем никаких опять же оборудование повторюсь гибкая все зависит от вашей фантазии применения куда вы захотите его применить даже иногда проще к нам пойти с задачей не самимся ведь ломать голову заработать не заработает не трубку позвонить да конечно без вопросов есть телефон техподдержки позвонили спросили саша вы можете век видео можете обращаться они переадресуют ваше письмо вы или там звонок это можно непосредственно ко мне скажу меня рады видеть поэтому вращать да не стесняйтесь действительно какая бы дурацкой как говорите задача не было ну она сейчас дурацкая завтра она и вам и нам деньги принесет да ну тоже хорошо мы ради этого собственно здесь собрались и мы этим занимаемся зарабатываем деньги вот настройки как раз сип сервера через веб-интерфейс вызывной панели то есть мы прописываем адрес панельки собственно 5g к он повторяем пароль опять же чеси в две точки каунт стан и порт все достаточно просто даже есть у вас настрой с настройками сип какие-то проблемы вы хотите реализовать то же самое с этим звоните скажите есть такая задача мы хотим сделать то-то 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 ребята на техподдержки всегда помогут ребята все адекватные все прекрасно понимают вот что касается переадресации через сип с внутреннего монитора всего два поля на сип аккаунты но это не означает что мы всего два сип аккаунта можем использовать сип уст не два сип устройства то же самое это может быть выход на один сип аккаунт который свою очередь делает переадресацию еще на несколько аккаунтов то есть в принципе количество не ограничен теоретически на монитор в вашей квартире можем повесить там роту солдат да с мобильными телефонами которым будет всем приходить звонок с вашего домофона они все будут дико радоваться что в поток звонил вот здесь галка это поток чтобы подхватывался до ответа потому что сип протокол он подхватывает аудио и видео только после ответа как правило это сделано чтоб шоу шло видео до ответа на телефон потому что ну если по сип мы делали переадресацию вы бы видели что в принципе черный экран после того как мы снимем трубочку мы видим человека но домофон для того и предназначен чтобы мы до общения еще понимали да кто там стоит может быть опять сосед соли пришел опять же есть функция автоответчика на мониторах то есть если вы не снимаете трубку через определенное время срабатывает автоответчик и сообщение может быть записано на sd карточку ну здесь в общем-то широченный функционал опять же вызов консьержа при адресации при адресации на сип адреса т.д. это таблица маршрутизации она используется как и сип номерами сип аккаунтами так и по протоколу peer-to-peer по поводу сип ну здесь в общем то наверно понятно вот допустим пятисотая квартира мы забиваем на сип аккаунт link phone вот да у нас оператор связи и сип и у нас сюда будет набрали мы номер пятьсотом мы будем попадать сюда при при адресации допустим 100 сейчас найду здесь а здесь наверное нет но неважно допустим 101 квартиру мы хотим подключить по протоколу . . не используя сип сервера делается это для чего то есть у нас в квартире стоит обычная сип трубка и а не басовский монитор то есть мы хотим звонить на сип номер этой трубки которая нас в этой сети находится мы пишем 101 в этом в этом поле здесь 101 собака сип ip-адрес делается это вот здесь вот как раз нам отражается здесь то есть нажимает кнопку submit подтверждаем добавляется в табличку дальнейшем это из этой таблички можно добавлять выбирать номера как угодно вот открытие двери у некоторых телефонов то что ему если мы используем сип да код открытия двери может быть разным то есть если у басовского оборудования там решетка дают у некоторых там надо к цифры чтобы какие-то отправлял на панель они определенные они все виды уже вот мы и вбиваем для этого то есть чтобы мы понимали каким кодом у нас будет открываться дверь ставят у нас телефоны которые отправляют в данном случае определенный нет 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 телефон в ответ на телефоне в звездочку нажимаете а он надо он забивает на панель код просто панель не может не понять что за код пришел к ней и поэтому вот этот код он в инструкции по телефону как правило написано вы его пишите сюда опять же здесь при желании по ищите теперь можете также удаленный рабочий стол это как раз к функциям для управляющих компаний помните то что я говорил в предыдущей презентации вызов сантехников электриков набор сообщений управляющей компанией рассылка сообщений так далее в принципе мы можем прикрепить как удаленный рабочий стол вот с набором сообщений до реклама это будет проигрываться ролик они забираются откуда-то сервера и крутится допустим после сеанса связи и информации и услуги вот здесь очень широкий функционал то есть вы делаете html стран на страницу там все что угодно кнопки сообщения какие-то расписание электричек там я не знаю ту информацию которую вы хотите повесить кнопки в том плане если вы хотите как у вызывать например диспетчера вашей компании то есть вам надо вызвать сантехник электрик вы нажимаете кнопку вы общаетесь не через телефона и общаетесь через домофон фактически а у диспетчера на столе стоит обычный сип телефон самая распространенная неисправность с мониторами слетает калибровка экрана это происходит по разным роду причинам но допустим люди потом не могут нажать нажимать на кнопку связь связь не сработает потому что слетела калибровка делается очень просто проводится пальцем аккуратненько в течение 8 секунд в нижней части экрана выскакивает вот такой вот такая заставка далее вы нажимаете крестик он будет появляться в разных углах потом по центру то есть вы последовательно делаете эти действия после чего монитор перезагружается калибровка устанавливается на место раньше у нас тех отдел очень страдал от этих неисправностей еще люди бывало там откуда и сибири прислали монитор естественно заказчик был очень доволен а хотя это все можно сделать на месте в течение пары минут за 7 все технической части я смотрю так мало кто сталкивался видимо с оборудованием и вопросов наверное нет да все больше где применить основные преимущества системы перед конкурентами опять же повторюсь и сам начальник говорил систему полностью сетевая использует любое сетевое оборудование наверное наверное самая дешевая на данный момент и не глюченая есть еще чуть-чуть подешевле аналог базируется представительство вас питере но они частенько к нам заходят я так скажу я не смог баса и перестам они дистрибьютора да к нам и многие обращаются желаниями работы совместно эти господа тоже обращались вращаются часто я говорю ребят я ваш оборудование знаю вижу на выставках сталкивался видел все но когда глюки то кончится собственно и когда будет пара проектов хотя бы больших у нас проекты закрываются все больше и больше конкурентов мы выталкиваем из проекта если раньше на выставках мы стояли на стенде я с басом много четыре года с ними работаю но обходили смотрели как-то заинтересованы люди да не обращали внимание прошлое мипс вообще был фурор я стоял его ловер айпи я стоял как умея закопух у меня вокруг люди постоянно были вот сейчас последние два года на стенд постоянно приходят представители бпти урмита камили ты фирмах с а моботикс лижи с ними облизывают стенд полностью вот итальянцы бптишники они два дня на мифсе буквально жили просто что а как расспрашивали достаточно весело и раньше не видели у нас конкурентов теперь видит так что господа ну вам мы конечно работаем мы стараемся и Продолжение следует...